Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе я хотела бы вам показать, как сделать вот такой бугон на шапочку, баламбон, помпон, в общем, кто как его называет. Также можно сделать его разным диаметром, разным цветом. В общем, можно сделать его очень легко, из подручных средств в домашних условиях. В общем, я надеюсь, что вам будет все легко и понятно. Для изготовления бугона вам понадобится пряжа, ножнички, крючок. И предварительно я уже вырезала из кусочка картона два вот таких колечка, нужного мне диаметра. Смотрите, если, к примеру, вам нужен большой бугон, находите подходящий круг нужного диаметра бугона и вырезаете его из картона. Затем в серединке делаете небольшое такое отверстие. Сейчас я вам расскажу для чего. Если, к примеру, вам нужен маленький бугончик, то ищите, допустим, небольшой круг, обводите его и внутри тоже делаете, но уже поменьше диаметром и внутренний кружочек. То есть, так как я делаю сейчас бубон для шапки, я беру большой диаметр. Если вам нужны бубончики такие небольшие для, так сказать, для шарфика, вот краешек шарфика, либо для каких-то там, допустим, нескольких бубончиков на шапочке, то берите круг поменьше диаметром. Итак, начнем. Отрезаете ножничками небольшой такой вот кусочек ниточки, соединяете два круга и начинаете постепенно, вот смотрите, я захватываю кончик пальчиком, обматывать, то есть вот так вот продеваете через кружочек, вот, и начинаете наматывать равномерно на кружочек вот так вот ниточку, то есть на колечко вот так по кругу, начинаете равномерно наматывать. Хотите в двойную ниточку, хотите в одинарную, я предлагаю первый круг сделать одинарной ниточкой для того, чтобы, ну как бы так, более или менее равномерно распределить и закрепить наши два кружочка. Вот так начинаете плотненько-плотненько наматывать. Крючочек вам понадобится в том случае, если уже в конце, когда вы максимально намотаете ниточку, у нас будет уменьшаться отверстие внутреннее, поэтому будете вот таким образом помогать крючком доставать ниточку вот так вот. Если же вам ручками удобнее, то можете ручками, то есть, если, допустим, вы делаете поменьше бубончик, то крючок вам просто будет необходим, потому что будет слишком неудобно. Итак, вот я почти намотала такой вот, скажем, рядочек и продолжаю плотненько-плотненько наматывать вокруг ниточку. Чем больше вы намотаете ниточек, вот так вот вокруг, тем пышнее у вас и такой объемнее получится хорошенький бубончик. Вот, как вы видите, я намотала максимально, вот у нас получилась такая широкая, да, я бы сказала, широкое колесико. Теперь, что мы делаем? Берем ножнички и вот так вот обрезаем посерединочке наше колесико. Вот так чуть-чуть надрезали. Вот. И теперь между двумя колесиками вот так вот вводим ножнички, вот между двумя, обратите внимание, и режем, 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 режем. Если зацепляете колесико, ничего страшного, я имею в виду картоночку режете, ничего абсолютно страшного. Вот. Главное нам это разрезать посередине нашей ниточки. И режете, режете, режете вокруг. Вот так. Вот так. Вот я тоже, как видите, захватываю картоночку. У меня просто ножнички неровные, посмотрите, видите, они имеют наклон. Если резать ровными ножничками, то, в принципе, получаются довольно-таки аккуратные. Итак, вот мы разрезали до конца, проверьте все ниточки. И теперь обрезаем небольшой кусочек ниточки. Я всегда делаю ее двойным, для того, чтобы не порвалось. И вот так вот вставляем между двумя картоночками вот так вот ниточку. Хорошо-хорошо натягиваем и завязываем ее. Очень хорошо. Вот так натянули и завязали. Теперь, что мы делаем? Мы берем вот эти две картоночки, надрезаем и дорываем. Почему дорываем? Для того, чтобы не обрезать ниточку, которой соединяли вот эти вот краюшки. Теперь вот так вот распушиваем, распушиваем. Держим за те края, которые у нас скрепляли которыми. Делаем вот так вот, распушиваем, распушиваем. И немножечко вот так вот обрезаем ниточки. Вот. Те, которые торчат. Если хотите более такой, ну, как бы более аккуратный, более закругленный. В принципе, у меня получился довольно-таки аккуратный. Честно вам скажу, вот эти вот края зависят от того, как вы ровно вырежете основу, это раз. Как вы ровно вырежете кружок и зависит от того еще, как вы будете прятать вот эти, обрезать кончики. Когда наматываете по ходу, у вас остается, допустим, кончик. Я его всегда обрезаю. Если вы наматываете просто, наматываете, наматываете, то в итоге у вас получается, ну, там, там чуть длиннее, там чуть короче. В общем, ну, суть, суть вы поняли, я думаю. Из таких баламбончиков можно замечательно сделать бубон на шапку. Можете из таких бубончиков, допустим, парочку сделать бубончиков, еще прицепить какие-нибудь там ушки. В общем, получится замечательная игрушка, такая мягенькая, кроличек, или что-то такого типа. В общем, можно такие бубончики сделать края на шарфик, если, допустим, сузить края и прицепить бубончик. Получатся интересные такие для детских, в основном, делают шарфиков такие бубончики на краях. В общем, для шапочки я сейчас присоединю этот бубон на свою шапочку. Вот так. У меня будет замечательная шапочка с бубоном. Хотите, я же говорю, что, если, допустим, хотите здесь сделать какой-то двухцветный бубон, можете два цвета наматывать, он получится разноцветный. Если, допустим, хотите, чтобы, вот обычно, вы, если видели, есть бубоны и пятнышко, допустим, вот сам бубон, к примеру, там какого-то темного цвета, ну, допустим, там черного с белым пятнышком, либо красный с белым пятнышком, вам нужно по ходу наматывания намотать именно в одно место, вот приблизительно вот такого размера, то есть, вот как раз я сгиб сделала, вот, вот такого размера, намотать, намотать белого цвета, хорошо намотать, а затем продолжать наматывать основным цветом, уже сверху, 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 и когда вы будете разрезать, у вас получится вот такое пятнышко другим цветом, вот так. Вот так и делают это пятнышко, То есть я думаю, что здесь ничего сложного, понятно все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!